Решил я вам поснимать еще улицу Свободы, потому что мы снимали ее на перекрестке с Октябрьской, а отсюда не снимали. Я тоже здесь не был очень давно, а раньше часто ходил в училище к своему другу, он там музыцировал, вел дискотеки, вечера всякие. И мы собирались там с молодежью, а вот здесь, где стоит Volkswagen, вот тут раньше мы жили на квартире, когда я был очень-очень маленький. Это было 45 лет назад, мне было 4 годика, ну я здесь так набегом, как тут красиво стало. Тоже люди сделали тротуар, очень здорово, очень мило. Но этот дом давно, 58-й, он остался без изменений, видать. Тут раньше была какая-то база, потом был склад пивной, стеклотара, кажется, не помню. Но со складом, помню, брали пиво, когда были еще очень молодыми. Очень красиво здесь. Вот такой домик интересный, он всегда давно, он здесь. Тут два входа. Столик с лавочкой на улице сделали. Вот еще один дом, старый, с большой елью. Он в те годы был очень крут и красив. Больше красив, нежели крут. Очень красиво отделан. Ель большая такая. Даже не помню, где все это было. Этот оптовый склад какой-то. Да, скорее всего здесь, да, здесь. Здесь была так называемая точка. Кто знает, тот поймет. Вот наш красивый дом. Еще с советских времен он такой красивый. Тротовар остался прежним. А тут кусочек в плиткой выложили. Тоже очень уютно. Красивые цветочки. А этот дом, похоже, что брошен. Редко сюда заходит, потому что тропинки нету. Я так думаю. Логически. О, это какой-то новостройчик. Тут залепился. Неплохо. Неплохо. Вот в таком можно жить. Пять этажей, но не чувствуется. Как будто три. И очень тихая улочка. Очень уютно здесь. Да, это дом, похоже. Классно. Здорово. Нам лучше смотреть на дома, которые были. Они вам интереснее, чем новые. Новые они все какие-то одинаковые. А старые они все разные. Тоже как красиво. Охристый забор и охристый домик. Тень во дворе. Здорово. Очень уютно. Мне кажется, там должно быть навес из винограда. Прелесть. Вот мы приближаемся к нашему меркури-сейбл брошенному. Тут кусочек оформили плиточкой. Вот тут кто-то вложился в реставрацию. Ремонтик. Да, если у людей денежки, то плачешь, а в Кишиневе нет денег. Да, в основной массы нет денег. Но и тоже посмотришь столько домов частных дорогих. И это не самые богатые люди Кишинева. Говорю Кишинева, потому что все состоятельные живут в Кишиневе. И вот наш меркури-сейбл. Позволим себе пройти к нему мимо него. как зарос тротуар. Мало людей ходят. Наверное, ходят по дороге. Видите, как надо ветки раздвинуть. О, Серега, привет. Здравствуйте. О, снимаю, снимаю для наших Кишиневцев. Здорово, не кусается собака? Не, не смысл. Кишиневцы, которые уехали 20-30 лет назад в Израиле, в Греции, Испании, Америке. Нашли меня в интернете. Сейчас. Я хозяин, Серега, он знакомый. Он сейчас выйдет, и мы с ним поговорим. У него есть старые фотоаппараты, а я начал недавно коллекционировать их. У меня есть гордость. Зорький 4К, так и называют. 4К. Я говорю, смотрите, советский аппарат еще в 1972 году снимал 4К. У Сереги есть какой-то фэт. Сейчас мы присядем тут, отдохнем. Ага, иду. Ага, сейчас, сейчас иду. С той стороны или с этой? С этой, в подарек. Сейчас я зайду. Так, может, с той стороны. С той стороны, да? Конечно. О, мне так нравится твой этот вот домик здесь обалденный такой. Очень красиво. Вот это Сергей наш друг. Серега, Mercury Sable в какого года? В 89-ом. А, а я, подожди, да, я так, 90-ый год я нашел в интернете, знаешь, чтобы проверить, посмотреть. В 89-ом. И ты что, не ездит? Ездит. Да ты что, можно поехать? Легко, стоишь, аккумулятор ездит. И колеса надо надуть, накачать, да? Ну разве что. Смотрите, вот так вот у нас в Кишиневе Mercury Sable залил, завел и поехал. Да. Все, на этом мы останавливаемся. И все остались. Вот мы от Сереги добрались и до Камоны. И присмотрелся я и решил вам еще поснимать свободу дальше в сторону кинотеатра флагера. Думаю, буйканцам это доставит удовольствие. Большое удовольствие. Вот у нас тут бывший детский мир. Сейчас это ресторан Европа. Даже банкет-зал. поменял экспозицию, то она была зажата в минус 0,7. Поставили на минус 0,3. Что прорабатывали из тени. Больше конечно цвета, чем тени. Тени прорабатываются от минус контраста. Вот общага напротив 17-го дома. Тут у нас получается три общежития. Вот тоже брошенный какой-то фольксваген красный. А не, это Сеат даже. Сеат восьмерка покрыта пылью. Тоже забыли про нее. Бери не хочу. Поговорили с хозяином Меркури Сейбл Серегой. У него Меркури Сейбл 89-го года. Говорит, что в городе две такие машины еще на нашем Кишиневском Арбате Нью-Йорк сборка. А у Сереги не важно какая их было, три сборки. Машина на ходу только нужно накачать колеса, залить бензин и пробег у нее порядка 20 тысяч. Чему верится с трудом. Ну ну да ладно. По-любому машина хорошая, двигатель 3.0 все на вороты. Так, 17-й дом, друзья. Наверное, выйду на дорогу. Аль нет, лучше обзор издалека. Вот 17-й дом. Сейчас будет видна парикмахерская наша еще ого-го с тех советских времен. Я еще был ребенком, ходил первый класс и меня стригли, называлась канатка, подканатку называли. Сейчас мы идем, приближаемся к бывшей жемчужине. Повно ее нету. Сейчас там ресторан Silver House и кафе Silver Rain и рядом кафе там, где раньше была советская такая советская такая не ларелка, а пристройка такая типа кафешки. Там было мороженое, соки, вода. Вот на его базе выросла бывшая в народе так и называют наливайка. Сейчас называется старое кафе. Вот парикмахерская бывшая, вот ее окна. Так и есть здесь. Только фасад оформлен бывшая, в торце фотография гвоздика, давно ее нету. Там был какой-то клуб, потом букмекерская контора делали ставки. Сейчас она закрыта. Вот 17-й дом по свободе. Кто-то просил меня там еще что-то поснимать рядом, но я не заглянул в папку с адресами. У нас сегодня уже на счету более 30-ти адресов, но нашему проекту материально никто не хочет помочь. Однозрела ситуация, потому что сегодня уже подвел аккумулятор второй от Sony. Она не хотела записывать несколько секунд и выключается запись. Присмотрел дополнительные аккумуляторы. Хороший комплект на Алиэкспресс и для Кэнона. Пара аккумуляторов с зарядным устройством очень удобно, потому что у Sony малоемкий на 1000 миллиампер только и родной держит где-то до 35 минут запись. Китаец держал 15, а вчера что-то он 7 минут не продержал. Умер, просто умер. А сегодня полная зарядка у него была и он начал давать сбои, хотя не на нуле был. 90% но камера не хотела писать. Вот наливайка кафе, 10 дробь 1 свобода, бывшая касса Мари, потом ресторан Домино и сейчас магазин Фидеско вся девятая школа наша это у меня уже пятый или шестой опыт снимки на ходу камера в левой руке потряхивает, потому что с плавностью хода у нас пока дела обстоят не на высоте, но слава богу, что ходим. Скоро здесь будет шумно, школьники появятся, а мы так и не успели снять с товарищем репортаж с песни девятой школы. Мы приближаемся к импровизированному базарчику там на углу от угла сюда к нам помните на тротуаре вот он так и есть а прям на углу там развернулся такой типа киоск обочной там все есть, но правда дорого, но относительно дорого. Ой, тротуар здесь, конечно, видите, какой. Надо смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Ладно, дадим камере отдохнуть немножко.